Добрый день! Сегодня на Гомельщине протягивается пресс-тур представников российских и союзных сродков массовой информации. Его тематичная накерованность, 30-ти годы аварий на ЧАЭС, реабилитация потерпелых районов, развитие малых городов. Напереды дни удельники пресс-тура наведали агрогородок «Червонный берег» Жлобинского района. И они усклали кветки до мемориального комплексу «Детям Ахвярам Вайны», а так само ознайомилися с рестаурованным летось сядзибным домом «Козел Паклевских». Вероника Ворошилина с подробностями. «Червонный берег» выходит улик славутостей, объединенных в трустышный маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». Удельники пресс-тура, представники российских и союзных сродков массовой информации, спочатку наведывают мемориальный комплекс «Детям Ахвярам Вайны». Он был открыт в 2007 году и за этот час принял больше как миллион человек. Под час войны на этом месте размещался дитячий концлагер. Фашисты селком отбирали детей у батьков и проводили у них сбор крови для пораненных немецких офицеров. Открываем мемориал скульптура девчонки, якая небо просить до помощи у неба, и увасабляя боль омаль двух тысяч заобленных тут дитячих жителей. Центром композиции мемориального комплекса заявляется площадь солнца, от якой у розной Бакиры заходятся аллеи, быцем примени. Один из них, черного колеру, проходит проспустый класс с белыми партами, за якие уже никто и николи не сядет. Побыч на черной дожче размещается лист 15-годовой Кати Сусаниной своему батьку. Текст, написанный дитем с фашистской каторги, краная до главины души. На дворотном боку дожки карта с указанием места, где у Беларуси находился и инший аналогичный лагерь смерти, а побыч витражи с малюнками и белый парусник с дитячими именами. Небо их чирая мара мирного життя. Я была в Минске в музее истории Великой Отечественной войны. Там невозможно ходить без слез. Действительно, я вышла, у меня глаза были мокрые. И вот сейчас тоже я очень взволнована, потому что только-только прошла экскурсия. И вот я говорю через слезы, потому что действительно у меня тоже слезы на глазах после этого памятника. Другим пунктом маршруту стало наведование одного из самых пригожих. И в той же час маловядомых палацово-парковых комплексов Беларуси сядибного дома Козел Паклевских. И он уникальный по своей архитектуре. Мансардные дахи, островугольные вежи, пригожие витражи. Усё гэта надае историко-культурному объекту особливую выразность. Реконструкция роскошной сядибы, побудованной в 1893 году знакомитым пятиарбургским архитектором Виктором Шротером, завершилась и только летость. И сегодня ее двери широко открыты для знатоков мостатства. У вази гостей шиковные залы, холы и покои сядибы. У стыля РКК, барокко, романским. Даже ни одно помешкание не повторяется под своим дизайнерским оформлением. Род козел Паклевских был вельми багатым, и в их сядибе размещались роскошные предметы мэбли и интерьеру, выкананые вручную вядомыми майстрами. Гэты семейные каштовности безумовно выкликали б великую цікавость у сучасного глядача, але, на жаль, они были страшаны. А тому зараз усе затекавленные у одновлений гэтага уникального объекта займаются пытанием наполнения сядибы экспонатами, які адлюстровують эпоху минулого часу. Хочу поблагодарить тех неравнодушных людей, любящих историю, любящих нашу белорусскую землю, которые нам очень-очень помогают. Потому что к нам в усадебный дом приносят очень много цветов, приносят раритетные предметы. Пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем, кто имеет возможность помочь нашему усадебному дому. Может быть, какими-то реалитетными предметами, может быть, комнатными цветами, может быть, финансово, за любую помощь мы будем очень-очень благодарны. Пресс-тур представников российских и союзных сродков массовой информации протягивается. Завтра у дельники наведают Республиканский навыково-практичный центр радиоцинной медицины и экологии человека. Там отбудется маниковая пресс-конференция державного секретара союзной державы Рыгора Рапоты. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель» с Жлобинского района. Темы развития районов, які потерпели у вынеку аварии на Чарнобыльской АЭС, буде присвячена черговая программа «Диалог» телерадио-компании «Гомель». Я навыдзе в эфир сёне у 19.01.15 хвилин на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4». Гостей студии станет наместник начальника управления по проблемах ликвидации наступства у катастрофы на ЧАЭС «Гомель» скаха «Аблывы-Канкама» Людмила Лисюк. Пад шас эфіру будзе працаваць телефон прамой лініи. Паведаміць об хвалюючых проблемах, выказаць конструктывныя прапановы можна па нумары 77-68-45. Наравлянский район на территории нашей области один из наибольшепотерпелых у вынику аварии на ЧАЭС. Однако, не глядячи на трагичное минулое, сьогодние его же хары з упевненностью глядять у будущиню. Будуется жилье, поляпшается медицинское обслуховывание насельництва, открываются новые вытворчасти. Дмитрий Котов доведался, как живет район напереды дни 30-е годовины катастрофы на ЧАЭС. На этой территории уже третий год проводят полевые работы супрацовники САУГАСа комбината ЗАРА. Специалисты впевнены, что тут можно отримливать добрый урожай. Коли не брать уразлик минулый год, коли район потерпел от засухи, сбирали до 10 тысяч тонн зерня. На особных участках урожайность до 45 центнеров з гектара. Населить неуборочную кампанию прогнозов не робять, однак усе факторы на корысть и айе поспеховости. Хорошая зима. Немножко, не совсем много, но нормально, снегом было. Сейчас влаги достаточно. Поэтому зима хорошая. Сейчас ведем их прополку. Занимаемся внесением азотных жидких удобрений под кукурузу. Все идет по плану. И вроде бы все указывает на то, что урожай будет в этом году хороший. Эту свинотоварную ферму «Саугаса комбината Зара» будовали 5 годов. И она различена на размещение 8,5 тысяч голов. Первых живел начали завозить в студене. До конца года плануется загрузка фермы больше на 80%. Динамично развиваются в Наравлянском районе и другие сферы. На этом тыдне будет запущена уникальная линия на фабрице «Червоный Мазыранин». На початку научального года после реконструкции была открыта середняя школа номер 2. Отбывается ремонт помешканья и заявляется новое обсталевание у центральной районной больницы. Дякуючи чему, зараз это один из четырех регионов в области, где летать был досягнутый прирост насильства. До речи, Наравлянский район по выниках социально-экономичного развития за 2015 год был признанный переможцем у своей категории. Люди настроены на работу и уже все меньше остается разговора о том, что я уеду. Это говорит о том, что люди хотят работать и при желании получается, и будем надеяться, что эти достигнутые результаты сохранимы в 2016 году. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» на Равлянский район. На будущем тыдне 19-го красавика у городским центры культуры у «Гомеля» отбудется концерт под названием «Лето на зауседы». Это совместный проект гомельского автора и выканауца Вячеслава Корсы и украинского композитора Александра Удавенки. Музыканты провели брифинг, на яким рассказали журналистам про концертную программу. Вячеслав Корсы – гомельский музыкант, лауреат шматликих конкурсов у Беларуси, России и Украине. Александр Удавенко – украинский композитор, який отрымал популярность после выхода у эфир сериала «Сваты», для якого написал музыку. 19-го красавика артысты представят як выник суместной творчасти, так и свои особистые композиции. Коли проект отрымая поспех у публики, артысты отправятся на гастроли по Беларуси и Украине. Поскольку это все в начале своего пути творческого, поэтому в данном концерте, который мы будем представлять 19 апреля, будет представлено, что мы сделали значимое, скажем так, по отдельности, ну и то, что мы уже успели сделать вместе. Артысты так само огучили идею проведения в осени фестивалю под названием «Добрая песня». Организаторы плануют запросить до отделу ведомых артыстов Федора Добронравова и Миколая Добрынина. Чарговый выпуск программы «Надзвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4» присвеченный двухколовому транспорту. На Гомельщине зарегистровано коля 70 тысяч мотоциклов и мопедов. Колькость велосипедов докладна невядомая. Подательных областной ДАИ за весь минулый год на дорогах Гомельщины загинули 30 мотоциклистов и велосипедистов. А маль 100 человек отрымали травмы. Факты ГТ частей за все тычатся промых виновников ДТЗ. Водители часто не выконвают элементарных потребований у правилов дорожного руху. Шмат у кого нема права на керование. Глядите программу «Надзвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4» Гомель у 19.1.55 хвилин. ГТ и другие новини вы можете найти на нашем сайте у интернету по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин